Помочить его все-таки надо, ну хотя бы 5-7 минут надо помочить. И когда внутренняя часть соприкасается с дымом, она нагревается сильнее. Вот это замечательная штука, которой пользуются в России немногие печники. Плохой кирпич привезли с Кирова-Чепецкой или там с Витебской, да, то есть вот они часто пишут вот эти печники. Вот, я открыл кран, да, вон труба зашевелилась, да, смотрите, и что, вот, работаем. Кирпич калибруется, значит, с помощью болгарки, значит, чашкой, неборитовая чашечка 150-я, да, то есть болгарка, полтора киловаттная, это киловаттная болгарка. Он кривой изначально был кирпич, сейчас вот он более-менее прямоугольной формы стал, да, то есть, как бы, если мы посмотрим грани, то есть, как бы, вот это изнаночная грань, это лицевая грань, они у нас практически одинакового размера. То есть за счет этого мы получаем тонкий шов? Да, за счет этого мы получаем тонкий шов, потому что обычно, обычно на любом кирпиче изнаночная грань, вот эта вот, изнаночная грань, она толще на 2-3 миллиметра. Это технологические особенности кирпича. И что бы там кирпичники разные не говорили в чате, что опять плохой кирпич привезли с Кирово-Чепецкой или там с Витебска, да, то есть, вот они часто пишут вот эти кирпичники. Просто они не понимают процесса. Кирпич, когда формуется, он едет на транспортере вот так. А это полусухое формование, точнее, это полуважное формование. Значит, это из мясорубки выдавливается вот такая колбаса прямоугольная и режется проволочным ножом. Дальше она раскатывается по конвейеру, вот так. И он едет к сушильной печи по конвейеру, который имеет протяженность около 100 метров. Ну, понятно, что конвейер на роликах, да, на роликах, да, и под своим весом, вот перескакивая по роликам вот так, вот эта грань уплотняется, потому что первоначально это масса сама, достаточно, ну, такая пластичная, да, то есть, чтобы она резалась, мягкая, чтобы она давилась из мясорубки. То есть, с влажностью 35-37 процентов. Некалиброванный кирпич. Вот, смотрите, эта грань у нас 65. Видно? 65. А вот эта грань изнаночная, возьмем ее в середине, 67. 2 миллиметра. 2 миллиметра. Получается, что, когда мы вот так кирпич складываем, один на один, да, у нас вот эта грань все время толще, мы же всегда лицевой стороной наружу кладем, изнаночная всегда вовнутрь. То есть, и получается, что когда эти грани одна на одну наслаиваются, у нас кладка вот так вот постепенно загибается в арку за счет вот этой трапеции. Здесь шире, здесь уже. Значит, чтобы сделать одинаковый шов, одинаковый шов, да, то есть, вот эту грань поставить вертикально, чтобы она соответствовала, так сказать, вот такому, да. Значит, приходится что делать? Приходится кирпич вот так вот поднимать, да, то есть, киршов вот здесь увеличивается, увеличивается. А здесь, наоборот, уплотняется. И когда внутренняя часть соприкасается с дымом, она нагревается сильнее. И кирпич, получается, начинается расширяться-то сильнее. Он упирается друг в друга. Друг в друга упирается, не имея амортизатора. Что происходит? Вот эта грань уже расширилась, нагретая, а эта еще не расширилась. Потом, когда печка начинает остывать, уже перестала топиться, тепло отсюда переходит на наружную грань. Это начинает остывать, а это начинает расширяться. Шов большой, имея большую пластичность и маленькую плотность, да, начинает что делать? Амортизировать. Соответственно, оттрескаться, трескаться. То есть, вот происходит растрескивание за счет вот этого. Чем тоньше шов, чем тоньше шов, тем крепче кладка. Чем однороднее шов, тем крепче кладка. Вот эта замечательная штука, которой пользуются в России немногие печники. Почему-то предпочитают перфоленту, которая работает гораздо хуже. И, в принципе, толку никакого особенного не несет, кроме стяжки, если ее гвоздями заармировать. Вот эта сетка 0,8 мм толщиной металл, кладочная. Если ее посмотреть вот так в ребро, мы увидим, что при растяжке, это просечно-вытяжная сетка, при растяжке, да, то есть, у нее ребра, вот, расходятся вот так, да, то есть, и напоминают нам, что опалубку для грядки. И, соответственно, когда раствор мы вот так укладываем в сетку, да, раствор здесь укладывается, толщина вот этого ребра 0,8 мм и толщина склейки тоже 0,8 мм, да, второе ребро вот идет. То есть, общую толщину получаем 1,6 мм опалубки. То есть, если мы кладем в 3-х миллиметровый шов, в 3-х миллиметровый шов, 1,6 мм занято сеткой из них. То есть, остается у нас от 3-х миллиметров всего 1,4 мм на две стороны, наверх и на низ, то есть, по 0,7 мм. Практически весь раствор уложен у нас вот в эту вот опалубку. Второй момент, что у металла теплопроводность выше, чем у кирпича в десятки раз, в десятки, потому что плотность металла выше, чем плотность кирпича, тоже почти в десяток раз. Значит, углиной плотность, допустим, 1,6 мм у кирпича, да, там 1,4 мм, а у металла тут 7-ка, да, почти, то есть, ну, 5,5-6,7 мм, то есть, смотря какой металл, да, то есть, ну, вот, железо оцинкованное, там, ну, 5,5 мм. То есть, за счет сетки можем прогреть шов? Да, за счет сетки происходит быстрая теплопередача, потому что она в разы больше, чем у кирпича и, соответственно, больше, чем у глины. Это дает равномерный разогрев шва, меньшее растрескивание за счет равномерного разогрева и равномерное разогрева всей кладки в целом, да, то есть, как бы, получается, мы постель кирпича более-менее равномерно разогреваем, и эта грань у нас быстрее разогревается, быстрее остывает за счет теплопередачи, и эта грань быстрее нагревается. То есть, поэтому деформации тепловые гораздо меньше, скажем, в удельном объеме. Чтобы сделать тонкий шов, надо кирпич калибровать. После калибровки его надо обязательно, обязательно, вот лежит мытый кирпич. Значит, что делаем? Водичка, губка. Моем, да. Вот сложены помытые кирпичи, да. То есть, вот он такой, он готов к восприятию глиняного раствора. То есть, чистенький, влажненький, вот они лежат. То есть, в таком случае его мочить не надо, потому что есть же тенденция мочения кирпича. Да, мочить, если кирпич плотный, то необязательно, достаточно помыть. А если кирпич типа иркутского, М100, М125, пористый, рыхлый, то мочить его все-таки надо. Ну, хотя бы 5-7 минут надо помочить, чтобы влага дошла хотя бы вот отсюда. А теперь смотрим температуру парогенерации. Пар вырабатывается при температуре 135 градусов. 135, 135,8. И давление вот в этой трубке, значит, 2,2 атмосферы. Значит, чтобы увеличить температуру пара, нужно перекрыть игольчатый кран. Вращаем его туда-сюда, то есть, вправо-влево, да. То есть, и регулируем температуру и давление. Давление в системе. Чем выше давление, тем выше температура пара. Сейчас он работает в щадящем режиме, потому что работает долго, без перерывов. В тестовом режиме он работал трое суток беспрерывно. Здесь он генерируется. Вот он, этот датчик стоит, да. То есть, 132 покажет вот здесь. А вот здесь он догревается на второй катушке. Вот здесь догревается. То есть, это электричество получается. Да, это катушки создают индукционное поле. Здесь вода выпаривается, инжекционный насосик, который впрыскивает, вот слышите, трык, трык, 3-5 миллилитров воды. То есть, каждые 3 секунды, 3 секунды, 3-5 миллилитров воды. В зависимости от того, как мы выставим. Значит, ну, отрегулируем. Вот здесь есть датчик, указатель влажности пара. То есть, сейчас, который пар заходит в щиток, имеет влажность всего 14%. Всего 14%. Это не как в Хамаме. 100% влажность. Всего 14% влаги. А температура 136 пара генерации. 135, да. И давление 2 атмосферы давления. Чтобы посмотреть, как это работает, вот у нас идет паропровод в ту парилку. То есть, он еще не доделан. Вот здесь вот. Да. Вот, я открыл кран, да, вон труба зашевелилась. Да, смотрите, пара не видно. О, вот сейчас пошел туман, да, то есть, как бы. Трубка холодная. То есть, вот, вот с помощью концевого крана, да, то есть, с помощью... Сейчас он открытый, он в ту кулу будет выдавать. Да, потрогайте, Максим Николаевич, потрогайте, насколько он теплый. Он теплый, да. На выходе из трубы температура вот эта самая, 135 градусов. Температура пара генерации 135 градусов. То есть, это вот на выходе из трубы, он такой и есть. Именно такой. Если мы поставим туда игольчатый кран... Видно, как парит? Создадим давление. Вот, смотрите, мы говорили, сколько нужно времени, чтобы надуть парилку, да, то есть, паром. А вот, смотрите, мы сейчас еще пять минут, и мы здесь будем... Париться. И мы здесь будем париться, реально, да. Для запаривания веников. Открываем кран. И все, пожалуйста. Вот вам эффект того, что вы поддаете на камни. Закрыли. Надо, открыли. То есть, надо, если нам поднять температуру в парилке, в парилке, и увеличить влажность. Делаем, опять же, вот так просто. Вот мы уже машем веником, обрабатываем человека, сами паримся. Делаем вот так. Надо озвучивать параллельно. Да, озвучивать надо параллельно. Сурдоперевод. Вот. Сейчас холодно, да, он сильно конденсируется. Если будет температура 80 градусов в парилке, или 70, да, 70 даже, такой конденсации не будет, мы его даже не увидим, этого пара. А если мы поставим игольчатый кран, мы вообще пара не увидим. Просто будет, как будто с малиновых камней снято. Вот, как будто с красных камней. Эффект будет именно такой. Можно смоделировать любой абсолютно климат от 20% влажности. Ну, это сухо, это неприятно дышать. То есть, комфорт и климат – это 50-60% влажности. Мы его можем здесь смоделировать под любого абсолютно человека. То есть, кто любит посушить, кто любит повлажнее. То есть, как бы, абсолютно под любого. Ну, и, да, то есть, это она общая стопная для обоих парилок. Вот это та самая большая печка, в которой мы первую смотрели, да, то есть, топка у нее большая, шестерядовая верка, да, то есть, как бы, и вот туда вход. Значит, и вот это вот для маленькой парилки печка, да. То есть, смотри, она по размеру-то не меньше, нисколько, чем та. Печка? Да. Смотрите, нисколько, не меньше, чем та. То есть, огромная. Но, в отличие от той, эта печка имеет 4 конвективных рубашки. То есть, она всеми стенками находится в парилке. Та печка тоже находится всеми стенками в парилке. Но площадь той печки меньше, чем у этой печки. То есть, эффективность этой печи будет… Там вместимость топки где-то около 70 кг дров вместимой стопки. Здесь вместимость топки 15 кг дров. Будем, наверное, заканчивать наше удивительно интересное и увлекательное, да, путешествие по грязному миру печей. Рады были присутствовать, пообщаться. Много рассказал интересного. Я думаю, что это будет полезно послушать, увидеть. Потому что оно не всегда на объекте, так скажем, у нас встречи происходит. Но будем встречаться дальше. Спасибо тебе за то, что принял. Спасибо, что приехали. Сейчас пойдем еще раз. Перед дорогой чаю попьем. Так что смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будем рады видеть. Снимаем шляпу. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok